Натрия, кальций, магний, медь, хром и молитен. И все эти гидеральные вещества чрезвычайно важны для нашего организма. Если не хватает питания калия и магния, то нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы. Если нарушаются пропорции в питании калия и натрия, то это ведет к неблагоприятным сдвигам в водном балансе. Если недостаточно кальция, то это приводит к остеопорозу. Если в питании не хватает магния, то развивается хроническая усталость. Кроме того, магний принимает участие более чем 300 ферментов. И, конечно, его недостаток существенно сказывается на обмене веществ. Если в питании не хватает меди, то развивается анемия. Кроме того, истончается, и нарушается структура соединительной ткани, в частности, и коллагена. А также при недостатке меди развивается раннее поседение волос. Если не хватает хрома, то хром, как известно, является фактором толерантности к глюкозе. И поэтому при его недостатке риск сахарного диабета, а также ожирения, значительно повышается. Что касается молибдена, то нужно сказать, что он принимает активное участие в обмене серосодержащих соединений, а также пуриновых соединений. И при недостатке молибдена развивается такое состояние, которое называется ксантиновые камни в почках. Кроме того, усиленно провоцируется карие зубов, потому что при недостатке молибдена фтор хуже усваивается зубной эмалью. И так далее. А вместе с тем, нужно сказать, что суточные дозировки, которые обеспечивают пробаланс вот этих минеральных веществ, они могут обеспечивать организм на 40, 100 и более процентов вот этими всеми веществами. Это очень важно. И нужно сказать также, что среди 7 элементов 4 являются щеночными. Поэтому, когда в организме наступает сдвиг кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону, который приводит к очень неблагоприятным явлениям в нашем организме, и связан он с многими факторами. Например, разбалансированность нашего питания, недостаточное использование одних продуктов, и избыточное использование других продуктов. Или загрязненная экологическая ситуация в регионе. Или же различные повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки. Или когда человек болеет различными заболеваниями, принимает лекарства. Все это может привести к сдвигу кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону. И вот здесь как раз пробаланс оказывает свои неоценимые услуги. Теперь поговорим о...